Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. Сегодня внимание всего мира приковано к событиям в Украине, и эпицентр этих событий находится в Крыму. Сегодня с гостем нашей студии и вами, уважаемые телезрители, мы будем говорить о событиях на полуострове и анализировать их. У нас в гостях депутат Одесского городского совета, кандидат политических наук Дмитрий Спивак. Добрый вечер, Дмитрий Павлович. Добрый вечер. Перед началом нашей беседы я напомню телезрителям, что мы традиционно проводим интерактивное голосование. И сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Главной целью российской агрессии в Крыму является, как обычно, три варианта ответа у нас есть. Первый вариант – оккупация Крыма. В этом случае звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы считаете, что реставрация Януковича, звоните по телефону номер 728-01-71. И если же ваш ответ – принуждение к дружбе новой власти, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас будут вопросы непосредственно к нашему гостю, к Дмитрию Павловичу, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, Дмитрий Павлович, повторюсь, что действительно сейчас событие всего мира приковано к Украине. И, наверное, можно сказать, что в Крыму сложилась такая критическая, в прямом смысле слова, взрывоопасная ситуация. Как бы вы прокомментировали события на полуострове? Да нет, ну в вашем вопросе уже есть ответ и совершенно очевидно, что сегодня на крымской территории отрабатывается сценарий российского руководства, которые к этому шли не один год. Да, я абсолютно в этом убежден. Сценарий военной интервенции с такими какими-то психическими, психологическими эффектами, да, с попыткой спровоцировать, да, некий военный конфликт. И цель понятна и очевидна, да. Мы совершенно отдаем себе отчет, кто сегодня руководит всеми процессами в Российской Федерации, да. И господин Путин решил пойти по пути захвата, как ему кажется, принадлежащей ему территории, людей, ископаемых, портов и так далее, и так далее. Ничего не получится из этого, это я могу вам сказать, что я предрекаю начало распада Российской империи. Знаете, говорят, что с такими друзьями и врагов не нужно, но я хочу, чтобы те, кто сегодня затеял вот такие игры в 21 веке в центре Европы, чтобы люди больше и глубже изучали историю. Любые империи, любые, начиная с Древнего Рима, распадаются именно тогда, когда весь окружающий мир выступает единым фронтом против порабощения тех территорий, тех народов, которые абсолютно противятся этому. Другое дело, что, почему это произошло, и каковы предпосылки, ну здесь... Кстати, что могло спровоцировать, вы же сказали, что... Ну, абсолютно бездарная политика всей нашей власти на протяжении 20 лет существования Украины. Подчеркиваю всех, кого мы сейчас выгнали от власти, кто был во власти, кто есть во власти и так далее. Потому что 4 года тому назад приняты Харьковские соглашения, да, вы помните, что это такое. Я говорил, да и многие говорили, что это мина замедленного действия. Будьте любезны, сегодня мы видим, что это еще и мина очень быстрого реагирования. И сегодняшние регионалы, которые очень быстро перекрашиваются, да, 4 года тому назад в категорической форме поддержали дружным хором товарища Виктора Федоровича Януковича, не понимая, что, ну это нонсенс, на территории нашего государства, говоря простым языком, стоят вооруженные силы другого государства. Это главный вопрос, а есть там другие вопросы, и гуманитарная политика, и вообще на юг Украины, и на Крымский полуостров с его проблемами межнациональными, межэтническими, татарский вопрос и так далее. Тогда никто же не занимался. Ну, все же занимались только чем, да? Как побольше украсть, да? Да, мы, к сожалению, знаем, чем заниматься. Крым интересовал все власти только в одном вопросе. Где, в какой бухте построить очередной замок? Вот сегодня мы и вынимаем, вот и получаем. Пройдем этот этап, я вас уверяю. Крым будет иметь автономию, это мой такой прогноз. Может быть, с большими какими-то полномочиями, но мы пройдем этот этап. Вообще, все, что происходит в стране с там ноября месяца, мы уже даже забыли про Януковича, про партию, про всех уже забыли. Это все вместе тот этап, рубикон исторический, который, наверное, должна пройти наша страна. Оставшись при этом единой страной, суверенной территорией, неделимой Украиной. Наверное, так исторически сложилось, что именно на рубеже 2013-2014 годов мы должны пройти этот путь и выйти на какой-то совершенно другой путь развития. Еще раз хочу, знаете, заострить внимание. Весь мир смотрит с ужасом на действия имперского российского Наполеона. Это шизофрения какая-то. Это весеннее обострение. Так не может быть. И если Абхазию 4 года тому назад простили, или 6 лет тому назад простили и как-то пропустили, то сегодня и европейское, и мировое сообщество, да и люди в Украине этого не позволят. Вы посмотрите, как... Несмотря на то, что и в Министерстве обороны все уже давно продано, перепродано, и армией никто не занимается. Вы же знаете, да? Не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую. Да, несмотря на то, что войны затевают не военные, а политики. И вот эту войну, которая сегодня развязана, это же ей предшествовала информационная война, жестокая пропаганда. Нас годами сталкивали друг с другом, да? Бендера, Москаль, украиномовный, русскоязычный. Да, ты в эту церковь, а ты не в эту церковь. И мы же пропускали это все. Нам казалось, да это все потом, тут главное, сейчас вот. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Так вот, эта информационная пропагандистская война привела к сегодняшним уже не только пропагандистским действиям. Дмитрий Павлович, вот, кстати, об информационной войне. Действительно, есть такое мнение, что результат вот этой ситуации в Крыму, та, которая сложилась сегодня, это один из, это результат поражения в первую очередь, вот в информационной войне. Вот хотя бы сегодняшний пример информационной войны. У меня есть цитата. Дело в том, что можно масса приводить примеров, ну, как говорится, самый последний, свежий. Да, это Борис Гребенщиков, известный человек в России и далеко за ее пределами, упрекнул телеканал «Россия-24» в использовании его песни, известной, опять же, «Поезд в огне» для озвучки сюжета о вводе российских войск на территорию нашей страны. Музыкант разместил это обращение сегодня на странице своей в Facebook, я его процитирую. Дорогая редакция телеканала «Россия-24», я тронут, что вы решили использовать фрагмент моей песни «Поезд в огне» в своей передаче, но раз уж вы это делаете, имейте смелость не выдирать строчку из песни, а поставить песню целиком, включая слова «Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть». Напомню вам слова Антония Сурожского «Те, кто ненавидит одних ради других, играют на руку дьяволу». Вы осознаете, что делаете именно это? Закончил этими словами свое обращение музыкант, известный российский. Причем многие даже знают имя, фамилию и отчество этого дьявола. Так вот, как умелые манипуляторы могут использовать информацию для формирования общественного мнения? Послушайте, любая империя, а Россия сегодня превратилась на самую настоящую империю в ее самом отвратительном формате и виде, любая империя приходит к своей имперскости, если так можно сказать, через жесточайшую, практически геббельсовскую пропаганду. Сегодня все телеканалы России, все средства массовой информации принадлежат одному человеку, принадлежат одной системе, принадлежат одной идее, как им кажется. И что там заявление Гребенщикова? Знаете, я своими ушами слышал, как Совет Федерации Российской Федерации, ну это же братская нам страна, и я хочу это подчеркнуть, кстати, чтобы тоже одесситы четко понимали, и все мы понимали, что речь идет не о конфликте жителей Украины и жителей России. Речь идет совершенно не об этом, речь идет о том, что одному человеку вдруг показалось, что он властелин колец или властелин мира, и человеку, который показалось, что он может, и кто-то ему дал право захватывать чужие территории, решать чужие судьбы. Так вот, когда на Совете Федерации принималось под общий одобрямс решение о... Кстати, единогласно приняли решение. Да, в Российской Федерации все единогласно, там, по-моему, даже в туалет будут скоро ходить единогласно. Кстати, я могу сказать, что те, кто ратуют сегодня за Новороссию и присоединение к России, ратуют на площадях, даже не задумываясь, что в России на площадях не стоят. Там 4 минуты, мордой в асфальт, наручники и до свидания. Люди не понимают, что творят сегодня. Так возвращаюсь к Совету Федерации. Они нас с вами, жители Украины, жители Одессы, они нас с вами назвали коричневой чумой. Ну вот это называется братский оскал звериный, который они демонстрируют. И я думаю, что если жители Украины, там, половина жителей Украины еще как-то для себя определялась, какой внешнеполитический путь развития, куда, каким ценностям, каким правилам жизни двигаться, то я думаю, что сегодня вот это действие российского государства поставило жирную точку. Можно уже в Украине не проводить ни референдумов, ни социологических исследований, все понятно. Нам не туда, это точно. Дмитрий Павлович, хорошо, вот в этой сложной ситуации, ну на самом деле, что делать дальше? Какие должны быть дальнейшие действия, в первую очередь, руководство нашей страны для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации? И желательно без жертв, без кровопролития? Кровопролития уже было, достаточно, Сергей. Достаточно. Я думаю, что те сто ребят, так называемые, да, вот небесная сотня, положили свои жизни не ради того, чтобы одни политики поменяли других. Я думаю, что они положили свои жизни ради того, чтобы в Украине поменялась система. Система ценностей, система государственного управления. Я думаю, что люди положили свои жизни не ради замены Януковича на Иванова или Петрова, а гораздо глубже. Пока не очень видно вот эти смены, потому что и назначение в правительство сегодня. Мне казалось, что временное правительство должно быть техническое, правда же? Для урегулирования экономической бездны в стране, политический конфликт в стране, социально-взрывоопасная ситуация в стране. Ничего же не работает. И мне представлялось, что сегодня на государевую службу, если можно так сказать, необходимо приглашать людей с колоссальным, во-первых, опытом, профессиональным опытом. Оставьте вы в покое эти партии. Кто там, чья квота и так далее, и так далее. Но, наверное, надо приглашать сегодня на службу Евгения Марчука, наверное, надо призывать на службу даже в качестве консультата Владимира Горбулина. Сегодня проблема в Крыму, Леонид Кучма проходил подобный этап конфликта с Крымской Федерацией. А сегодня, даже возвращаясь в Крым, я вообще не понимаю, а там есть наши специальные службы, а почему не возбуждаются уголовные дела? Вообще, знаете, у людей какой есть вопрос, главный вопрос, если отвлечемся от конфликта, а почему все улетели? Вот они где все, вот эта преступная Влада, якугэть, ради наказания которых люди стояли на баррикадах и на Майданах? Где они все эти? Пшенки, Курченки, Захарченки, они улетели, а потом мы их объявляем в розыск? В международном розыске. И сами улыбнулись после этого, да? Есть у нас звонок, Дмитрий Павлович, я вас вынужден прервать, давайте послушаем наших телезрителей и дальше продолжим нашу беседу. Добрый вечер, мы слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы слушаете меня? Да, да, говорите, пожалуйста. Значит, уважаемые господа, мне 67 лет. Я уже много увидела в этой жизни, но я не могу понять одного, как у нас могут повесить на здании облгосадминистрации российский флаг больного человека, параноика, который нами хочет управлять. Я не могу понять, на что смотрят люди, разве они не понимают, что в каждого из них сидит Янукович, которого нужно выгонять. Почему у нас народ еще не дошел до такого, что они не хотят понять, где мы живем, как можно не любить нашу страну? Спасибо, спасибо большое. Я планировал об этом тоже говорить, если можно, чуть позже мы поговорим об этом подробно, потому что вы сегодня выступили и с открытым обращением к министру внутренних дел. Если можно, коротко ответьте на вопрос нашей телезрительницы, затем мы более подробно на этом остановимся. Да нет, ну что можно ответить? Это боль души, одесситки, я так понимаю, в нескольких поколениях это чувствуется, ощущается. Ну как можно ответить на этот вопрос? Ну, наверное, еще кто-то живет штампами, кто-то подвержен пропаганде, кто-то вообще не совсем понимает, что он говорит, потому что мы живем в Украине. Кто-то не знает историю Одессы, а я могу напомнить, что даже немецко-фашистским захватчикам единственный город это Одесса, который не дался, не сдался. То есть Одессу нельзя покорить, Одессу нельзя агрессии захватить, Одессу нельзя поставить на колени. Тот, кто вешает эти флаги, портреты, ну не знаю, наверное, это часть или категория людей, которые в наибольшей что ли степени подвержены вот этой пропагандистской машине. И, наверное, им хочется все время иметь нового дракона. То есть одного дракона выгнали с Украины, а хочется нового дракона. Ну Шварц же гениальная, да, убить дракона, поэтому не знаю. Но, возвращаясь к вот этому вопросу, если позволите, так у меня тоже вопросы, я поэтому и выступил сегодня, и написал открытое обращение господину Авакову. И давайте чуть позже, об обращении чуть позже. Мне интересно, есть еще у нас один звонок, давайте сейчас послушаем телезрителей. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый. Мы слушаем вас, здравствуйте. Я вот, вы знаете, я вот услышала вашего гостя, и я вообще просто следарно с ним. Кто-то вообще-то не задает таких вопросов. Почему убежали министры? Почему они убежали? Ни один вообще не задержан. И где эти деньги, которые они забрали, почему мы сейчас должны за это все рассчитывать? Почему мы должны увеличивать тарифы? Почему? Возвращайте деньги, арестовывайте их. Хоть так, знаете, хоть что-то и делайте. Это же ненормально. И не только ясно такая, насколько же можно издеваться. Второе. Зачем тут стоят люди? Да, они стоят, они же понимают, что мы на грани. Но почему вторые стоят за какой-то таможенный союз за Россию? Почему разрешают? Вы же все же знают, кто это выглавляет. Два человека у нас в городе. Все прекрасно знают. Почему их не остановишь? Спасибо. Ну, коль уж телезрители настаивают. Я приехал только, вот я был там, и я понимаю, что там творится с утра. И спасибо украинским средствам массовой информации, которые опубликовали мое обращение к уже новому министру МВД господину Авакову. Суть моего обращения. Суть моего обращения это непонимание, что происходит. 200 человек. Сегодня с утра около областной государственной администрации. Подчеркиваю, не 50 тысяч и даже не 10 тысяч. 200 человек. Часть из которых вообще привезли с Николаева. Таких, знаете, молодчики. Так вот, эти 200 человек, это представители пророссийских радикальных группировок, которые терроризируют миллионный город. Дело даже не в том, что они захватывают или не захватывают какие-то там административные здания. А дело в том, что 200 человек терроризируют миллионный город. Я задаю вопрос пану Авакову. Где слаженные действия милиции? Вы же вчера назначили только нового начальника областного УВД. Где вообще открытые уголовные дела за сепаратистские лозунги, высказывания и так далее? Там люди наговорили на полуголовного кодекса. Где задержание людей, которые водворяют на фланштоке флаг другого государства? Где вообще это все? Где вообще наши спецслужбы? Почему это все не происходит? Не готова новая власть? Не готов новый министр? Он вообще не... Надо уйти. Но у нас есть генералы, у нас есть милиционеры. Но сегодня та ситуация, где популистскими лозунгами не получится. И правильно нас одесситы спрашивают, что получается? Стенка на стенку? Так это как раз то, что нужно вот этим 200 людям. Конечно, сейчас туда приехали представители второй части, европейской части, Евромайдана. Людей, которые считают, и я в этом убежден, мы провели колоссальный митинг на воскресенье около Дюка. И совершенно очевидно, что Одесса в составе Украины, что мы за Единую Украину, что мы за Соборную Украину. Но это же будут столкновения. Конечно. Этого нельзя допустить, а не допустить это могут, ну что, только правоохранители. Дмитрий Павлович, я предлагаю посмотреть сюжет сейчас как раз о том, что происходило возле облгосадминистрации. И, конечно же, после этого я попрошу вас его прокомментировать. Давайте посмотрим. У облгосадминистрации собралось несколько сотен людей. Большинство пенсионеры. Однако присутствовали и молодые люди спортивного телосложения. Некоторые были с флагами России, с тягами с изображением Сталина. Толпа пыталась прорваться в здание. Разбили стекла и чуть было не вынесли массивные двери. Ворваться не удалось. Тогда Антон Давиченко, который возглавлял провокационные действия, начал разодоривать толпу. Во-первых, сейчас не признавать никакую власть. Всю полноту ответственности брать на себя и не трусить. Раз. Правильно. Здоровье. Создать в Одессе спецподразделение Беркут, которое подчинялось бы только... Беркут! 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 Второй вариант. Второй вариант. Третий, вернее. Третий. Потребовать немедленно административно-территориальной реформы. Это та же федерализация вторая. Да! 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 Покажи! Вот халибр. Вот. Это пневматический. И что, можно с ним находиться в общественных местах? Вот. У меня есть талон на него. А ну дайте мне заряда. Заряда от него. Нету заряда, вот, без обоймы. Россия! Россия! Держите, 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 держите. Тихо! 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 Это все, что осталось от государственного флага Украины. Можно сказать спасибо ребятам Антона Давидченко, которые сделали это. Россия! 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 Как можно флаг своей страны снять? Как? Как можно снять флаг своей страны? Объясните мне. Почему тут висит российский флаг, я не понимаю. Облсовет, хоть с большим трудом, на сегодня принял тяжелое решение. Когда я вижу среди флагов, голубых флагов со звездами, я вижу черно-красные флаги Уна-Унсо, это провокаторы, убийцы, негодяи. Скажите, тогда такой вопрос, а флаг со Сталином, это не провокация? Нет, Сталин... Сейчас, 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 секундочку, секундочку, секундочку. Сталин, Сталин, в отличие от других, он собиратель земли русской. Самое удивительное, что Сталин, это, это Созидатель. Сейчас участники антимайдана остановили машину, на которой один из людей вышел из облгосадминистрации. Сейчас они спускают шины и остановили движение. Это был автомобиль нового прокурора области. Его задержали участники митинга и силой повели обратно в госучреждение. Пожалуйста, кто вы такой? Я, Дымчасова, выполняющий обовязки прокурора Одесской области. А я ку**уя, вы сюда приехали? Я никуда не приехал. Я Одессит. Я Одессит. Интересным наблюдением сегодняшних событий стоят некоторые съемочные группы. Например, одна из них стоит позади меня. Это не одесские журналисты и это не столичные собственные корреспонденты в Одессе. Эти съемочные группы появились тут минута в минуту с началом этого митинга. Они всегда пишут свои стендапы, то есть живые выступления под российским флагом и выбирают такие ракурсы, чтобы показать этот митинг многотысячным. Это все события, которые провоцируются, мало того, управляются с конкретных посольств, а конкретные республики и на конкретные деньги. А потом уже под видом таких столкновений начать миротворчество, результатом которого будет образование целой кучки легкоуправляемых, нежизнеспособных, относительно суверенных образований, где будет реализовываться прежде всего национальный интерес России. Ян Черенко ставил вопрос о том, чтобы русскую армию выгнали, вот такой вот трусливый. Ребята, остановитесь, остановитесь, я вас умоляю. Ребята, остановитесь, 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 я вас умоляю. Россия, Россия, Россия. Мы должны понять одно, дорогие друзья, мы должны понять одно, мы должны жить в единой стране, в мирной стране. Дмитрий Павлович, вы принимали участие в этих событиях, скорее всего, это для наших телезрителей была информация о том, что происходило у стен облгосадминистрации. Как вы прокомментируете все это? Я думаю, что мы с вами проговорили эту тему, и наши телезрители сами будут делать выводы. Но это агония, шизофрия, мне сложно объяснить. Ну, если Сталин, это у нас образ собирателя, или чего-то там образ, ну, трудно, я не знаю, как это комментировать. Единственное, что я могу сказать, что агрессия порождает агрессию, психологическое состояние людей доведено до предела. Понятно, что сценарий, вот этот Саша Остапенко там так завуалированно говорил в каких-то кон. Ну, понятно, что сценарий этот пишется в Российской Федерации. Сценарий этот написан давно, на расшматывание Украины, на кусочки. Есть ли для этого почва? Есть почва, мы с вами об этом вначале говорили. Пропустили все мимо ушей, все наши власти вместе взятые, пропустили все мимо ушей. Что сейчас надо делать? Могу вам сказать, первое, без скоординированной, четкой, по всем фронтам и направлениям, политической, дипломатической, социальной и любой другой работы центральных органов власти. Люди хотели власти, они сегодня пришли к власти. Сегодня необходимо принимать решение. Вот вы видели там, все же видно, вот все же заснято на съемке. Скажите, пожалуйста, что необходимо сделать, чтобы люди, которые провоцируют толпу, чтобы люди, которые занимаются там агитированием за отделение, чтобы они были задержаны, чтобы против них возбуждали уголовные дела. Кто мешает? Я не знаю. В том-то и дело, но ведь никто же этого не делал. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Я не знаю, где областное руководство, я не знаю, чем занимается областное УВД. Я не знаю, что происходит. Я могу абсолютно точно сказать, что вот в таком абсурде можно, ну это знаете, давайте тогда проводить референдум, не знаю. Давайте каждый район Одесской области сейчас будет проводить референдум. Причем люди произносят фразы, вот что такое толпа, эффект толпы. Ты что, не скажи, тебе кричат да, люди заведенные. Как они там говорят? Давайте организовываем свой Беркут. О, ура, давай. Какой свой Беркут? То есть давайте вооружение. Переводим на простой язык. Давайте организуем свои боевые отряды. Я правильно понимаю? Толпаж не спрашивает, на каком основании, кто будет платить зарплату, какое удовольствие, где в Конституции написано, какая вер... Ну никто же не спрашивает, давайте. Дело в том, что такие же задачи не решаются. Они там говорили, мы берем там ответственность на себя. Но я думаю, что лет на 8 они уже взяли ответственность на себя. И самое-то... Ну поймите, ну в таком же, в такой атмосфере пришли эти 200. Сейчас к 6 часам вечера собралось более тысячи людей, как бы, да, которые защищают город, защищают страну. Которые говорят, что мы в единой стране должны жить, что мы против российской агрессии. Ну вот опять, стенка на стенку. Сколько дней это будет продолжаться? Ну сколько дней? Ведь понятно же, что все эти деньги, задания, задачи этим молодчиком идут из одного центра. Ну, я никогда не работал в спецслужбах. Но даже я, читая книги и, да, смотря фильмы, и то понимаю, что всего лишь нужно обрезать эту цепочку, да, между заказчиками и главными, кто кирует исполнителями. Их несколько человек. Ну все. Но надо обезглавить в политическом смысле слова вот эти группировки и успокоить ситуацию. И успокоить, конечно, ситуацию. А в Киеве, так сказать, в центральных органах власти должны принимать другие решения. И должны принимать другие решения. Я вам еще одну вещь скажу. Конечно, повлияло, вот где-то еще одним толчком, послужило еще одно бездарное решение тех, кто только сейчас на волне революции жертв пришел во власть. Ну, наверное, не обязательно было начинать с регионального языкового законопроекта, да. Ну, не обязательно. Ну, сколько можно уже этими мовными пытаниями займаться? Ну, наверное, есть чем заниматься. Наверное, потом, да? Правда? Можно было потом, да? Логично, да. Я думаю, есть задачи поважнее, чем языковые. Есть у нас тоже поважнее задачи. Это, в первую очередь, выслушать наших телезрителей. Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий, большое вам спасибо за ваши все произнесенные сегодня слова. Это очень правильные и умные действия, и ваш напор – это мое видение так же самое. Но единственное, чем я не согласна, что агрессия поражает агрессию. Агрессию поражает безнаказанность. И вы написали Авакову. Порождает. Порождает, я сказал. Да, да, да. Я повторюсь, наверное, плохо техническое звучание. Авакову вы написали. Но Аваков далеко. А вот полковник Фучуи, начальник областного управления общественной безопасности, был там рядом. Интересно, вот он знает статьи Уголовного кодекса Украины 293-ю, нарушение общественного порядка, 294-ю, массовые беспорядки. Я бы хотела попросить нашего депутата городского, как его коллега, чтобы он спросился к господину Турчинову и спросил, на каком основании он подписал, чтобы выпустили Маркова, а кто такой Давидченко, шестерка марковская, все хорошо знают. Может быть, тогда у нас было бы больше порядка. Спасибо, Александр, что предоставили мне. Да, спасибо. Просто повторяю, у нас мало времени, мы же в прямом эфире. Риторические вопросы, что касается одесской милиции, говорили уже об этом. Вообще у одесситов и у нас с вами, вот у меня такое складывается ощущение, что у многих одесситов вообще плохая память. Мы вообще забыли про 19 февраля, про избиение студентов, у того же здания. Не только проблема одесситы. Где тоже были милиционеры, где тоже никто не понес никакого наказания. Я уже не могу, я четвертый или пятый уже день пытаюсь инициировать мне очередную сессию горсовета. Это тоже очень сложно сделать. Надо собирать подписи. Люди как-то, вы знаете, у нас вообще сообщение, я перейду, может быть, чуть-чуть, ну потому что это тоже все взаимосвязано. Сообщение о том, что в Одессе будут выборы мэра, переполошили улей Одесского городского совета до неузнаваемости. У нас количество групп, которые сейчас формируются в поддержку тех или иных, еще не существующих кандидатов, у нас уже больше, не только чем самих кандидатов, у нас уже количество этих групп больше, чем количество депутатов городского совета. И где городская, почему мы не собираем ни очередную сессию? Ну мы живем в этом городе, нас избрали одесситы, но мы должны нести ответственность. Ответ перед одесситами мы должны нести или все будет решаться на улицах. То есть, кто кого передавит, кто перекричит, кто порвет флаг или спасет флаг. Ну, друзья мои, ну мы в государстве живем или мы в степи какой-то живем. И правильно одесситы, одесситки наши задаются вопросом. Немножко не с того власть новая начала, начиная с того момента, когда выпустила всех представников злочинной влады. Выпустила с огромными миллиардами, которым сейчас наплевать, сидят все там в Европах и плюют в потолок, смотрят на нас и улыбаются. И неужели наши новые руководители думают, что вся страна им поверила, что вот все улетели, как-то так вот неожиданно, а потом мы их всех отпускаем, объявляем в розыск. Правда же что-то в этом есть вот такое вот, ну вот с нехорошим запахом. Сомнения есть какие-то, я думаю, у людей. И вот так вот одно накладывается на одно, одно накладывается на одно и понимаете в чем дело? Против нас, против государства работает очень четкая, отлаженная, слаженная, мощная, идеологически заряженная, финансово подкованная, административно выстроенная, информационно выстроенная махина работает против нашего государства на разрыв. А внутри нашего государства, ну вот только люди, люди, которые выходят на улицы и пытаются как-то отстоять свою честь, достоинство, город, страну. Но послушайте, ну в конце концов, ну так нельзя людей на людей, ну так надо прекращать эту ситуацию. Поэтому я и к одесситам обращаюсь, что давайте не реагировать на эти провокации. Хотят митинговать, пусть митингуют. А за правопорядком, да это даже не правопорядок, а возбуждать уголовные дела против уголовных преступлений, связанных с призывами к сепаратизму, это задача милиции. Или тогда надо признаваться, что у нас ее нет. Ну нельзя быть немножко беременным. Понимаете? Логично. Дмитрий Павлович, я же говорю, тема, ну очень горячая, живая и животрепещущая. Потому что, ну вы видите по реакции телезрителей. И понятное дело, что даже те вопросы, которые я планировал сегодня вам задать, к сожалению, не успел все задать. Великий Александр Невский сказал, не в силе Бог, а в правде. Вот правда за большинством одесситов. И правда за теми, кто категорически против любой агрессии на территорию нашего города и любой агрессии на территорию нашей страны. А я предлагаю услышать правду ту, собственно говоря, как проголосовали наши телезрители, наши одесситы. Итак, сегодня мы спрашивали у вас, главной целью российской агрессии в Крыму является, как обычно, было три варианта ответа. И большинство наших телезрителей, 61% считают, что оккупация Крыма. 17% телезрителей считают, что это реставрация Януковича. И 22% принуждение к дружбе новой власти. Что ж, спасибо большое. А можно мой вариант ответа? Да, пожалуйста. Я бы ответил так, ну по-одесски, третье с первым бы соединил. Это принуждение к дружбе новой власти через попытку оккупации Крыма. Ага, да, тоже имеет право на существование. Спасибо большое, Дмитрий Павлович. Спасибо. Я надеюсь, мы еще встретимся. И дай бог, чтобы здравый смысл, разум победил. Надо быть спокойными, оставаться по-одесски толерантными, мудрыми, взвешенными и ироничными. Самая ирония и ирония всегда помогают во всех самых, и всегда помогали и нашему городу, и одесситам, во всех самых сложных ситуациях. Это верно. Что ж, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнали Симон! В эфире телеканала «Круг новости» с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Татьяна Сарнацкая. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске вы увидите 10 тысяч одесситов против военной агрессии России. Пророссийские активисты надругались над украинским флагом возле здания Одесской облгосадминистрации. Большая семерка отказывается принимать участие в саммите с Россией. Лидер «Удара» Виталий Кличко призвал украинцев выходить на митинги, чтобы отстоять целостность и независимость государства. Об этом говорится в видеообращении лидера политической партии «Удара» Виталия Кличко к гражданам Украины. Дорогие украинцы, за эти дни, когда мы оказались перед реальной угрозой потери целостности и независимости нашей страны, украинский народ показал, что готов и будет противостоять вторжению агрессии против Украины. Десятки тысяч людей вышли на улицы в разных городах и продемонстрировали свою позицию. Я восхищаюсь нашими гражданами, их стойкостью и мудростью. Виталий Кличко также выразил благодарность всем патриотам, которые пришли в военкоматы и засвидетельствовали готовность защищать свою страну. Лидер «Удара» подчеркнул, что демонстрировать активную гражданскую позицию украинцы должны и в дальнейшем, чтобы отстоять свою независимость и территориальную целостность нашего государства. Я призываю всех украинцев, в первую очередь на востоке и юге, к единению и по сильным действиям. Каждый день демонстрируйте свою гражданскую позицию. Каждый день, 18 на 0, после работы и учебы, выходите на митинги против сепаратизма и раскола страны. Мы должны сохранить Украину свободной, независимой и единой. Это наша страна и от нас всех зависит, какой она будет. На территории Автономной Республики Крым в ночь с 3 на 4 марта планируется провокация, связанная с убийством российских солдат. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Николай Величкович, передает пресс-служба ведомства. По его словам, в МВД есть данные о том, что на территории Крыма, неизвестной под видом украинской стороны, в ночь с 3 на 4 марта планируют убийство 3-4 российских солдат. Все это для того, чтобы легализовать введение российских войск на территорию Украины.